Аплодисменты Альтистов сравнительно мало, но очень благородный и прекрасный инструмент альт. И Клинка недаром выбрала его. Кстати, есть еще одна версия этого же произведения, но для другого инструмента, для духового, для кларнета. Альтисты часто играют в это произведение. Вот сейчас мы обратимся к творчеству художников и пройдемся как бы по залам, вспоминая некоторые замечательные полотна ревописные наших русских мастеров. Надо, наверное, поставить... Теперь мы очень должны измениться, но теперь у нас, видите, только на стену можно показать и вспомнить. Я не знаю, всем ли видно? Хорошо видно, нет? Хорошо видно, да? Ну вот, я хочу обратиться к некоторым только замечательным полотнам. Это портрет... А, может быть, вы сами скажете, нет? Художник, правильно, художник Коробин, Константин Коробин. Замечательный русский художник. Кстати, написанный прекраснейшим живописцем Валентином Александровичем Серовым. Вот этот портрет, он известен. Вообще, надо сказать, что портреты мастеров очень трудно писать. Мы можем вспомнить товарищество, созданное Иваном Крамским, замечательным русским художником. Товарищество художником, в которое входили 14 художников. И вот там была очень интересная традиция. Художники собирались как бы к четвергам, потом возникли так называемые четверги. Это было в Петербурге. На Васильевском острове была снята квартира, довольно обширная квартира, в которой вот поселилось как бы это товарищество художников. И приходя на эти четверги, и не только на четверги, художники беседовали немножечко о проблемах и философских, и музыкальных, и художественных традиций. И коснулись, в частности, такого очень рабочего момента для каждого художника. Потому что, слушая, например, чтение одного из художников, другой художник очень так осторожно набрасывал портрет своего друга, своего товарища по вот этому замечательному сообществу. И надо сказать, что таким образом как бы оттачивалось незаметно и мастерство самих участников вот этих четвергов. Потом эти четверги стали, выросли уже большие четверги. Сюда приходили не только музыканты, не только художники и писатели. Сюда приходили и исполнители, и представители различных профессий художественных. И вот собиралась большая такая, как говорится, как вот замечательный деятель искусства, включая даже известных, Репина, и Васнецова, и Васильева, и Серова. И вот интересно, что они, оттачивая свое мастерство на этих четвергах, общаясь друг с другом, создавали вот некоторые портреты, которые потом стали достаточно известные. Можно дальше? Да, и вот, значит, один из портретов, знаете, кто, да? Да, Лев Николаевич Толстой. А, кстати, все знают, сколько было вот в истории русской культуры Толстых, вот известных Толстых? Три. Три. Кто? Кто? Лев Николаевич, ну это вот Лев Николаевич, вы видели. Вот, значит, был Толстой Алексей Николаевич, а еще был Алексей Константинович, да. Кстати говоря, о творчестве Алексея Константиновича мы как-то не очень часто вспоминаем. А ведь это был замечательный поэт, прозаик, автор, может быть, кто-нибудь подскажет мне? Трилоги. 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 Да, трилоги, правильно, совершенно верно. Трилоги, которые, кстати, идут в нашем малом театре, да? Трилоги, да, правильно, драматично. А еще вот одно замечательное произведение, может ли кто-нибудь мне может назвать? Князь Серебряный. Князь, совершенно верно, Князь Серебряный. А все его читали? Вот, замечательное описание русской жизни, замечательные характеры русские оставил после себя Алексей Константинович Толстой. Но еще и мы можем вспомнить, что он является автором совершенно потрясающих стихотворений, которые мы все знаем. И которые положены на музыку и Петровичем Чайковским, и Иринским-Корсаковым. А вот не припомните, какие стихи? Вот там какой-то голос я слышу. Колокольчики мои. Колокольчики мои, правильно. Потом он написал, романс написал замечательный компенсер Булахов. А еще, еще, может быть, вспомните, средь шумного бала случайно, вот это вот стихи Алексея Константиновича Толстого. А вот еще у Чайковского есть осень, обсыпается весь наш бедный сад, листья пожелтелые по ветру летят. Да, помните? Вот это тоже Алексея Константиновича Толстого. А вот у Римского-Корсака прелестный романс «Не ветер веет с высоты». Вот это тоже стихи Алексея Константиновича Толстого. «Не ветер веет с высоты, Листов коснулась ночью луны, Моей души коснулась ты, Она тревожная, как листы, Вон, типа, пустая, гастронная, Житейские ветры трепала». Замечательные стихи. Так вот, значит, Лев Николаевич Толстой. Замечательный портрет, А кто автор, не помните? Вот этот портрет, Крамской. Вот тот самый Крамской, который сделал Крамской, который Товарищество создал художника. Так, можно дальше? И портрет Достоевского. Т.е. Михайлович Достоевского. Замечательный портрет, Приджащий кисти перова. Это тоже можно вспомнить. Да, можно дальше. А вот Сергей Васильевич Рахманилов. Я не знаю, мне кажется, что... Как вам, Константин Николаевич, Этот портрет? Мне кажется, что лучше бы Рахманилов Даже трудно себе представить. Хотя писали его очень многие. Вот, но Сомов Создал действительно Трагичный образ Художника русского, Который в отрыве от Родины, Создавая свою мощную, Прекрасную музыку, Все-таки оставался Любако русским художником. И вот печать трагичности В этом портрете Потрясающе совершенно. И Сомов схватил это, Потому что Ведь Рахманилов очень трудно было. Он в разном состоянии бывал. Он же Великий бомпианист, Великий дирижер, Вообще в трех ипостасях, Великий композитор, Это человек, Который каторжно работал Всю свою жизнь. И самое трагичное, Что, в общем, Мне кажется, Все-таки Сергей Васильевич, Может быть, Не полностью реализовал Свои композиторские замыслы, Потому что Он как Блестящий, Ну, я даже Далла бы Просто в одной из первых, Даже мог быть, Самый такой Гениальный пианист Как говорится, Всех вырвенный на роботу, Он Очень много отдавал сил Концертной деятельности. Он не мог сосредоточиться, А для композитора Необходима сосредоточенность душевная. Он не мог сосредоточиться Для создания Музыки. И хотя Он в этих урывках От концертов, От дирижерских своих концертов, От пианистических, Он урывками И создавал Вот это гениальное творение. Он, конечно, Великий художник. И мне кажется, Собов очень Так замечательно Почувствовал Его натуру И трагичность Его положения В общем, Как художника. Это замечательный портрет Собова. Дальше. А это портрет Нашего замечательного Драматурга И сказочника Островского. Тоже портрет Принадлежавший Перу Перова Островский Александр Николаевич Вы помните Его Снегурочку Вы помните Много Пьес Идущих Наших театров По-моему Его все-таки Достаточно Хорошо Сейчас Помнят И все-таки Артисты Его играют В фиес Измечательно Можно дальше А вот Уже Другой художник Но Очень русские Это Венецианы И вот Образы Русских Крестьян Жат В частности Вот эта Тряха Называется Измечательная Работа Празительно Национальный Характер Чувствовал Венецианов Можно дальше А вот Эта Известная Всего Картина Конечно Просто Напоминали Ее Потому что На Пашне Жаку Все знают Вот это Как говорится Эта картина Уже Очень Известная Но Действительно Колорит И Уже Не говоря Конечно О костюме И Общая Тональность Вот этого Полотна Она Удивительно Русская Да Можно дальше Ну конечно Аленышка Аленышка Кстати говоря Вот Аленышке Есть Еще одна Ассоциация Замечательный Русский Поэт Живший В наше Время В близкое К нам Время Дмитрий Хедрин Он Автор Ну Огромных И Полотен И Драматической Повести Рембранд И Масса Интереснейших Створений Вот у него Есть Створение Оленышка И Где Эти Образ Ассоциируется Образ Родины Матери Вот Это Сказочный Образ Но Это И Реальный Образ Это Конечно Все таки Виктор Михайлович Он Поразительно Чувствовал Вот Какое-то Русское Витие Сказал И были На его Герои Да А как Вам Вы меня Слышите Да Вопрак Аполлинари Весенцов И Виктор Весенцов Разница Семь лет Аполлинари И Виктор Михайлович С 48 Года Аполлинари Позже На 7 Лет Оба Русских Художников Писали Оба И Пейзажи И Очень Интересные Живописные Работы Но Аполлинари Михайлович Создал Уникальный Цикл Уникальный Цикл Основание Москвы Это Целая Серия Отповедей Мы Сейчас И не будем Касан Мы Больше Сегодня Затрон Виктор Михайлович Но Я хочу Сказать Что Все-таки Поразительное Чутье История Которое Было Свойственное И тому И другому Но Один Ушел В основном Вовнуты Смоленые Сказочные А Другой Писал В основном Историчество Тем не менее Оставались Очень Яркими Вы знаете Просто От природы Оба Они Очень И И Оба Любили Россию И Оба Отдавали Все Что Это В 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 Занимался Жилописью Был Был График Жанрист Автор Картин На исторические Темы Русских Сказок Работал В области Монументальной Религиозной Жилопись Театральной Декоративной Декоративной Прикладной Иллюстрировав Много Произведений Я Ряд архитектурных Произведений Киевские Вот эти Росписи Софийского Собора Это же Вот как раз Это Религиозно Да И вообще Это был Такой Гигант И вообще Вы знаете Такая Образ Магограмм Русские Мастера Возьмите Врубель Врубель Занимался У него Прекрасная Желописная Работа Все их знают У него Прекрасные Иллюстрации Земли У него Прекрасные Маголики Когда я Привыл В общем Настолько И везде Везде Этот человек Был талантлив Везде Отдавался Полностью Так как И Воскресок Везде Любую Обрус Возьмите Моментальный Иллюстрации Везде Каждая область Требует Определённого Внимания Определённого Освещения И везде Это будут Деньги Пожарки Вы знаете Будённости Экстремы Это тоже Прекрасно Да Да Поэтому Вы знаете Здесь Это многогранность Свойства Нашего Мастера Вот Не знаю Вдомный Сейчас Сказать Что Это Что Дальше А потом Я расскажу Я не найду Других работ Которых Везде Как мне Похотелось Коснуться Других Граней Других Художников Чтобы В общем Пройти Как бы По галерее По залам Галереи Где Засверкают Вот Именно Разные Очень Разные Мастера Русского Художественного Творчества Можно Дальше Да А вот Это Уже Работа Кисси Поленова Называется Бабушкин Сад Вот И тоже Тоже Очень Русская По духу Работа Тоже Очень Историческая Работа Потому Что Здесь Мы Видим В этой Картине И еще Признаки Архитектуры И Ансамбля Архитектурные Поразительные Знания Да Да Именно Патриархальная Слове Ищи От этой Работы Но Поленов Очень Разный Он Тоже Как Говорится Стилист И он Понимал Эпоху Но Данная Работа Мне кажется Что Очень Интересная Она Кстати Довольно Редкая Как-то На нее Мало Внимания Обращают Это Замечательная Работа Можно дальше Да Ну Это Уже Наверное Все Знают Тоже Это Левитан Это Левитан Это Вечерний Звон Ассоциация С нашим Уже И Замечательным Хоровым Искусством Народной Песней Только Так Он Как Сказал Сергей Васильевич Рахманинов Что Левитан Поразительно Слышал Тишину Вот В этой Картине Действительно Хочется Становиться И Послушать Ее Вечерний Звон А еще Можно дальше Работа Это Стога Вечереет Смеркается Вот Как Улавливал Левитан Слышал Природу Мне вспоминается Высказывание Константина Коровина Который Сказал Я добрый Имел Спеть Людям Песню О природе Красоты Вот Заметьте Он сказал Спеть Людям Доброе Какая связь С искусством Звучащим С музыкой У него действительно Картины Поразительные Вы знаете Вот Эти стога В Ялте Где Жил Чехов Приезжал Комолевика Навещал Его И вы знаете Чехов так скучал В России Что Он В Ялте Весел Ему Так Повторите Напоминание Напоминание России Чтобы Он Как Чувствовал Как И Васильев Не любили Южную Природу Не любили Их тянуло Среднюю Волосу Их тянуло Да Да А Васильев Тоже Он хоть и жил Но он Любил Вот Я читала Он не любил Он не больно Да Жил В Крыму Да Можно Дальше Да Это тоже Это тоже Ну Васильев В России Березовая Роща Тоже Очень характерная Как говорится Вот такая Картина Природы Созданная Великим Художником Левитана Можно Татьяну А это Уже Константин Королев И Кстати У меня Вспоминается Его Портрет Замечательный Портрет Мне кажется Шелябина Королев Это просто Вот Действительно Воплощение Образа Великого Певца Большого Человека Мощный Интеллект Мощная Натура Русская Но Какой он Разный Королев Посмотрите Вот здесь Натюрморт И там Чувствуется Что это Гурзур Да Гурзур Цветы Но Их все-таки Очень Свообразие Королев Вообще Мастер Первое впечатление Которое он Видел И знаете То впечатление Которое он Видел Он чувствовал Как куда-то Он передавал И когда Кто-то Ему Задал вопрос А почему Мы не Заразали Он Становился Метвором Пожелой Да Можно Сам Очень Плоско Можно Как Которое Передело На дело Оказалось А вот Почти И вот Он Вас Такого Экспрога Знаете Я сразу Видел Ощутил То Что-то Протило Удъявление В этом Не Удъявление Вот Здесь Ассоциация С творчеством Сергея Сергеевича Прокофьева В немолетности Вот То же самое Мемолетное Впечатление Вот Мазок Буквально Звуком И Уже Образ Уже Лепится Образ Поразительное Мастер Вот Миниатюра Это очень трудно Потому что Миниатюра Самый трудный Жанр Все-таки Да А вот Это Тоже Вот Это Значит Улица Южного Города А Он Вообще Часто Бывал В Южных Городах И Много Путешествовал Константин Горовин И У него Это Как-то Смотрите Ощущение Действительно Южной Улицы Какие-то Теснота Какая-то Нагромажив Как бы Зданий Вот Это Поразительное Ощущение Он же много Очень путешествовал В Италии Бывал И в Испании Бывал И вот Эти вот Краски Маски Действительно Улица Южного Города Прекрасная Причем Он Сказал Это Искиз Даже На Картины Стоит Искиз Улицы Южного Города Можно Так Ну вот Это Уже Живопись Совсем Другая И Глубоко Индивидуальная И вот Это Совершенно Гениальный Художник Федор Васильев Проживший Всего Лишь Вот Вы Думаетесь 23 Года Ему Судьба Отпустила Только 23 Года То есть Фактически Он только Начинался Как художник Но Абсолютно Гениально Даже Крамской Я Просто Хочу Вам Зачитать Потому Что Это Нельзя Передать Словами Это Нужно Точно Сказать Вот Крамской О нем Сказал Очень Хорошо Что Это Решительно Не могу Представить Себе Чтобы Пейзаж Мог Вызвать Такое Сильнейшее Ощущение Это Он Говорил И о Картине В Крымской Горах Вообще Ведь Федор Васильев Был Пейзажистом В этом Жанре Работы Хотя Он был Очень Разный Во всех Пейзажах Вот Любя Свою Родину Он Все Так Любил Среднюю Полосу Я сказала Вынужден Был Из-за Болезни Жить На Юге В Крыму И Константин Михайлович Вы бываете Да Вы знаете Я хотел бы Немножко Остановиться На этом Я бы Сказал Гениальном Огромном Мастере Вы знаете Его Судьба Действительно Я это Правильно Сказал Тридично Было Очень Неожиданно Тридично Дело В том Что Это Великолепный Художник Вырос В Крымбурге Казалось Но все было Нормально Он был Среднерадушный Веселый Остроумный Приходил Работал В почтовом отделении Вот И родители В почтовом отделении Работали Чиновниками Веселый Приходил В Академию Худоров Приносил почту Познакомился С художниками Да Смешно Я выбрал Познакомился С художниками И вы знаете Он был Очень скромный Человек Но все-таки Скромный И скромный Но все-таки Узнали Что он занимается С художником Увидели его Работы Просто Вы знаете Они все Настолько Да И дело в том Что После этого Ему посоветовали Учиться В рисовальной школе Общества Почтения С художниками Он закончил Он закончил А дальше Пошел Своим путем Общение С Репиным Который Очень любил Общение С Шиншкиным Общение С Крамским Который Тоже Просто Ну его Боготворил Просто Крамской А это же Попотет Да 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 И вы знаете Вот он С Пепенем Уехал На Волку Много Сделал Там Вещей Интересных На Волку Вот И К сожалению Вот Казалось бы Такого же Радость Человека Судьба Немножечко Так Знаете Заборхлась Не очень сурово Он заболел Пуперкулезом В открытой форме Уехал В Крым Лечиться И вы знаете Работы Его получали Приемиль Диплом Но К сожалению К сожалению До конца Жизни Ему не удалось Получить Раззвание Художника Первой степени К сожалению Из-за Такой Бюрократии Чиновной жизни Да Нет Ну просто Могли бы Конечно Это сделать Но Из-за Чиновной Бюрократии Готово Не было И он Не смог Получить Поездку В Италию Чтоб Закончить Там Какое-то Лечение Своё Получить И вот Такой Вот Знаете Яркой Звездой Зажег Сон Нашим искусством Но не погас И вот он Всё время Горит Горит И горит Вы знаете Всё время Мы можем Любоваться И вот 23 года Сделать такие Меняют Личные Просто Удивительные Просто Поэтому Я Совершил Немножко Вам Рассказать О нем Потому что Этот человек Меня Поражал И поражает Картина Называется Вот теперь Действительно Чувствуется Вот эта Талость Воды Вот этот Воздух Предвесений Какой-то И Клорит Вот этой Картины Здесь Что называется Вы знаете Как говорят У талантливого Человека Всё Гармонично Вы знаете Вот Есть у нас Понятие У художников Чистый пейзаж Вот он Чистый пейзаж Пишет Но не вводит Туда элемент Стофара Не вводит Туда элемент Ну Человек Ну Вводит Туда Там Еще А вот Он Казалось бы Не имея Такого Специального Большого Образования Он Минуя Вот это Чистый пейзаж Отношение Природы Он Вводит Стофар Здесь Человек Есть Бесус 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 Он Не боялся А вот Другие Многие Мы знаем Многие Чистые пейзажисты Были Но не могли Переступить Эту Грань Чтобы Вести Человека Ну Как И не Любился Такого Моисерства А он Спокойно Дадим Так Оказывается Мы Не имеем А общаясь С художником Это Дальше Сейчас Мы будем Его работы Смотреть Вот Вот Эта Вот Работа Называется После Красы Тоже Вообще Конечно В Третьяковке Есть Ползала Посвященный Федору Васильеву Но к сожалению Большинство Работ Все-таки Верезопасниках Вот Они Не все Выставали А Работ У него Очень Много Очень Много Он успел Вы знаете Как Моцарт Успел Как говорится В музыкальном Творчестве Иногда Поражаешься И думаешь Как же это возможно Было Успеть Потому что Это еще и Техническая Работа Колоссальная Написать Партитуру Клавир А здесь Написать Картины Это еще Колоссальная Психологическая И техническая Работа И вот Федор Васильев Создал Огромное Количество Нащитывается Около Шестидесяти Работ Которые К сожалению В основном Зарпатников Берут А там В залах В Третьяковске Достаточно Мало Можно дальше Вот еще Одна работа Мокрый лук И вот Что интересно По поводу Вот этой Картины Я вот Зачитаю Вам Крамской Сказала Это дрова На первом плане И это Тин Такого рода Что я не знаю Ни одного Произведения Русской школы Где бы так Обворожительно Это было сработано И потом Счастливый Какой-то Фантастический Свет Совершенно Особенный И в то же время Такой натуральный Что я не могу Оторвать Глаз Вот об этой Картине Он совершенно Точно написал Он вообще Крамской написал Восхитительный Портрет Федора Васильева И вот Портрет Если вы Вспомните И потом Посмотрите Портрет Действительно Весельчак Весельчак Очень общительный Человек Чувствуется В глазах Смешинка Такая Вместе с тем Философ Вместе с тем Это Это многогранная Личность Чувствуется Что исходит Какая-то Аура От него Поразительная Даже вот этот Портрет И стоишь рядом И Крамской Это великолепно Просто Великолепно Вы знаете Вот смотря Рассматривая Вот такие работы Наши Средние полосы Я вспоминаю Его работы Которую Делал в Крыму Ну Волей-неволей Делал в Крыму Делал в Крыму Заканчивать Свою жизнь А он Последние годы Последние дни Своей жизни Провел Такое здесь место Поперяну Над Ялкой Крымин Это Высокогордный Роюн Такое Душенье Имение Царское Одна из Своей диктория Была Помещена Она была Помещена Тупикулезом И там Она Ушла Из жизни И вот Это место И это имение Осталось Как раз Люди Которые Приходили Приезжали Потом туда Лечиться И вот туда Дехал Василий И вы знаете Вот там Есть у него Пейзаж К сожалению Здесь У меня Такой Питый Средний Парчик Вот Средний Пуриент И вот Я смотрел Я там Делал Это Мерик И вот Видел Вы знаете Удивительные Вдруг Вверхушки Деревья Тут же Видна Как Молдов И когда Освещается Утренним Солнцем Необыкновенно Просто Чарующий Об этом Вид Получается Необыкновенный Просто Вот Василий Там Это Писал Вы знаете К сожалению Мы Мы учили Заказы Которые Он не Хотел Выполнять Которые Необходим Потому что Он Попетывался Нужно Своим Но Он Отдавался Полностью Силой Таланта И Крым Он Вкрым Слов Вкрым 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 Крамской Они Пуш Пуш Как раз Хочу Сказать В этой Картине Крамской Он Вообще Отвечал Мы вспомним Что Васильев Учился У Шишкина Но Крамской Как бы Восхищается Курировал Он все время следил за его развитием. И все восхищение отразилось в портрете, который он нарисовал, от этих Федора Васильева. Так он сказал, что точно не картина, а во сне какая-то симфония доходит до слуха оттуда сверху. А внизу на земле, где предметы должны быть реальны, какой-то страдающий больной человек писал Крамской об этой картине. Решительно никогда не могу себе представить, чтобы пейзаж вызывал во мне такое глубокое ощущение. Вот это было написано как раз об этой картине. Да, в Крымских горах. Можно дальше? А вот эта картина «Болото в рисунку». Ведь Васильев был таким яростным охотником, вот эта охота, к страсти к охоте, его, собственно говоря, и погубило. Потому что он ходил по болотам, он промок, он болел долгое время. И вот это, к сожалению, явилось причиной его такой вот скоротичной чахотки, которая его унесла жизнь. Вот, к сожалению, он не мог совладать собой, он должен был идти на охоту. Он видел в этом смысл своей, он видел природу, он общался с природой через охоту. И, как говорится, вот эта охота же его и погубила. Вот это замечательная картина «Болото в лесу». Как Рафаэль археология тоже попала на компанию. Да, но здоровье вот, ему было отпущено судьбой, к сожалению, плохое, конечно. Он не мог выжить в тех условиях. Да, можно дальше? Вот еще одна картина. Это уже картина «Пиринг-грозой». Это целая симфония состояния, состояния природы, человека, всего мира, который в картине. Очень, очень, наверное, такая, вы знаете, щемящая какая-то картина. Вообще, я не знаю, у меня лично, я смотрю его полотна, у меня какое-то такое остается, чувствую щемящей какой-то тоски, потому что ушел такой великий мастер. Великий мастер. В русской даже живописи не так много таких мастеров. И меньше всего как раз о нем и говорят, и меньше всего его творчество знают. Можно дальше? А вот это уже «Волга». Вот он, когда с Ефимовичем Репидом он ездил. Там он совершенно замечательный мужской интрибурат, и они прекрасно проводили время. И вот эскизы рисовали, и все трое, как-то, работают. И вот результаты как раз мы видим. Это «Волга». И вот следующая картина тоже «Волжская». Это вот «Ветреный день». Называется «Ветреный день на Волге». И здесь даже нет, собственно говоря, он общался с Репиным, а нет его влияния как такового, потому что талантный человек, он так и аккумулирует все то, что он видит, но все-таки очень по-своему видит мир. Вот это вот именно Васильев, «Ведра Васильева». Намечательный живописец. Еще одна работа у него будет, по-моему, в смысле. Да, вот это тоже. Это Крым. Вот это в Крыму после дождя. Спасибо. Спасибо. Вы немножечко вспомнили творчество. И вот я сейчас вспомнила с Визе Сосказанным. Я вас попрошу след дать. Спасибо. Вот Виктору Михайловичу Васнецову принадлежат такие слова. И это очень правильно сказано, что «плох тот народ, который не помнит, не знает и не ценит и не любит свои истории». И Виктор Михайлович говорит тоже, что «я всю свою жизнь жил Русью». И то же самое мог бы сказать, наверное, и Федор Александрович Васильев. Это великие и большие мастера русские, которые действительно всеми своими, как говорится, и помыслами, и мастерством, и талантом они обогатили русскую жену. Друзья мои, мы сегодня присутствуем на начале 30-го сезона Татьяны Георгиевны Смирновой. Вы знаете, я всегда, когда прихожу сюда на эти встречи, и ощущаю себя, как вы знаете, как будто здесь другой воздух, другое ощущение совершенно. После нашей трудности, я приходя сюда, она очень скромная по-своему. Вот она немножко рассказывала сегодня о белой анчелисте, который выступал там в Казийской переулке в мраморном зале. Но, вы знаете, я должен сказать, что Татьяна Георгиевна выступала вместе с белой анчелистом. И это был великолепный дуэт. И вот я, когда говорил о многогранности наших русских мастеров, Татьяна Георгиевна прекрасный мастер, она музыкант, великолепный еще, она великолепный композитор. И я не знаю, что сильнее, все сильно, все здорово, а сколько душевных и творческих сил она дает вот созданию этого клуба. Она дает, ну, вы знаете, 30 лет. 30 лет. Что это такое? Пол жизни, а может, для них только целой жизни. И поэтому я хочу от вашего имени, от своего, я думаю, что вы согласны будете со мной, поблагодарить Татьяну Георгиевну сегодня за ее труд, за ее пропаганду русского и мирового искусства нашему молодому поколению сказать ей спасибо огромное, пожелать ей сил душевных, чтобы прибавилось ей. ну, и вот, всего-всего-всего самого хорошего. АПЛОДИСМЕНТЫ Я могу только сказать, что наше дело, оно было живое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Дело очень живое, потому что, знаете, те, кто любит свою родину, они пытаются что-то сделать. Наши трудные древни, это так естественно. Это естественно для каждого из нас. И поэтому ничего в этом нет такого, кажется, подвига здесь нет. Здесь есть просто, вот словами Васнецова сказанное, я живу Русью. Вот я люблю ее, и поэтому я это делаю. Я это делаю намеренно, делаю, так сказать, много лет. И сколько мне будет отпущено судьбой, я столько буду делать это. Это точно. Даже, кстати говоря, Константин Михайлович, надо сказать, что вот мы сегодня говорили о замечательных художниках, а надо сказать, что Константин Михайлович очень скромный труженик своего художественного фронта, потому что он делает великое дело, продолжает традиции, продолжает традиции русских художников, своих полотнах. Бывают выставки, Константин Михайлович, у вас бывают выставки, я была на одной из таких выставок года два-три назад, к сожалению, редко, потому что для художника выставится фольклорный ансамбль, клавиатурный... Маленький переживок. На музыку, на музыку, на все то, что она делает. И поэтому я еще раз, еще раз хочу сказать, Татьяна Градемиловна, спасибо вам огромное за то, что вы так выступаете.